Многочисленные случаи падения деревьев на улицах города вина прежде всего Департамента городского хозяйства. Одесситы знают это давно. Наконец, халатность коммунальщиков признали официально. Профильная депутатская комиссия заявила о неэффективности работы зелентреста по учету и содержанию зеленых насаждений. На заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связи и информационных технологий Оказалось, что в мэрии не знают, сколько у нас деревьев и в каком они состоянии. Все опять-таки заблуждаются в городе, жители, что за каждое зеленое насаждение отвечает зелентрест, потому что оно у них на балансе. Да нет на балансе ни одного дерева. Все это просто абсолютно бесхозная зелень. И эта самая зелень бывает довольно опасной. Именно потому, что бесхозная. Растет как получается, стареет и падает при сильном порыве ветра или под тяжестью снега. Одесситы рискуют собой и своим имуществом. Случаев таких было уже столько, что не сосчитать. Программа по инвентаризации зеленых насаждений, рассчитанная до начала нынешнего года, формально завершена. Но, по мнению председателя комиссии, это не до конца выполненная работа. Должна быть некая территория, которая передается в работу. На эту территорию выделяется финансирование. Подрядчики или коммунальные предприятия, опять-таки это уже решаете сами, будучи заказчиками, проводят качественную дефектовку, может быть совместно. Надо спилить ветку, спилили. Что надо для того, чтобы сдать и получить деньги, сдать акт выполненных работ? Надо выкорчевать дерево, выкорчевали. На месте надо посадить новое, посадили. То есть приведите все улицы в соответствие, чтобы мы знали, что там для содержания нужно тратить минимум. Вот тогда это будет работать. Тогда там будут, как и в Европе, каждое дерево можно пронумеровать и брать его на баланс. Уход за деревьями не означает варварскую подрезку, которую у нас проводят уже несколько лет и называют омоложением. Мэрия экономит деньги, дрова можно продать, а многие деревья после такого ухода умирают. Здесь речь идет о балансе и сохранении этого баланса между количеством застройки и количеством биомассы. Потому что в данном случае нам надо фактически бороться за каждую веточку, за каждый листик. Не все деревья вообще можно подрезать, а те, которые можно, необходимо подрезать систематично. То есть это не то, что ты взял, выделил денег один год, обрезал все, что необходимо и все. В итоге комиссия решила, Департамент экологии и Горзелентрест должны предоставить новую совместно разработанную программу учета и содержания зеленых насаждений. Ее обсудят в комиссии, на исполкоме и должны утвердить на сессии. Потом станут искать деньги на реализацию. И может когда-нибудь найдут. А до тех пор деревья будут падать на людей, машины и дома.